Один спасатель погиб, еще несколько пострадали в ходе тушения крупного пожара в Санкт-Петербурге. Горит историческое здание Невской мануфактуры. Рискуя своей жизнью, пожарные вывели из охваченного пламенем строения десятки людей. Само здание к этому часу практически полностью уничтожено огнем. Рухнули перекрытия и несущие конструкции. С места событий наш собственный корреспондент Анна Морозова. Пожар в старинном кирпичном здании на Октябрьской набережной начался примерно в половине первого и сначала ничто не предвещало беды. Загорелись два помещения на четвертом и пятом этажах. Первый рапорт прибывшей бригады МЧС. Возгорание на площади 35 на 50 метров. Люди, которые в это время работали внутри, сначала даже не придали этому значения. Но всего за пару часов площадь возгорания увеличилась до четырех, а потом и до 10 тысяч квадратных метров. Сильный ветер в Петербурге наблюдается и сейчас. Это очень осложняет тушение этого грандиозного пожара. Можно видеть, с какой скоростью клыбы дыма относят сторону города. По словам МЧС, внезапный выброс пламени при еще небольшом пожаре произошел именно в тот момент, когда пожарные начали выводить людей из горящего здания. Буквально в считанные минуты полыхало уже практически все здание. Пожару присвоили самый сложный номер из всех возможных. Пятый БИС. К ликвидации привлечено более 100 единиц техники. Более 600 человек личных составов разных служб. В тушении был задействован вертолет, который пытался сбить пламя с воздуха. Однако все усилия результатов не дали. Огонь охватывал все новые и новые помещения. В здании обрушилась кровля и перекрытие. Из полыхающего строения вывели 40 человек. Еще несколько десятков людей вывели из расположенного по соседству хостела. К сожалению, во время эвакуации пострадавших в огне погиб командир 64-й пожарной части Илья Белецкий. Ему недавно исполнился 31 год. Также с ожогами 40 и 50 процентов тела. В больницу доставлено еще двое пожарных. Главным следственным управлением Следственного комитета России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления. Предусмотрено на части 1 ст. 109 Уголовного кодекса России. Это причинение смерти по неосторожности. Город накрыл дымовой смог. На месте работает передвижная химико-радиометрическая лаборатория. Она осуществляет замеры воздуха в районе пожара. На данный момент предельно допустимой концентрации вредных веществ не обнаружено. Ближайшие к зданию автозаправки закрыты. На них сыплются дымящиеся угли. Территорию поливают водой. Этот знаменитый комплекс на правом берегу Невы был построен еще в 19 веке. Здесь располагалась фабрика шерстяных изделий и комбинат тонкого технического сукна. Именно в этом здании работал один из первых российских рабочих революционеров. Ткач Петр Алексеев. В последнее время помещения мануфактуры в основном сдавались в аренду. По некоторым данным, пожар начался в помещениях, где производились лодки. Что стало причиной пожара, будут выяснять следователи. Но арендаторы, которые занимали помещение здесь, уже говорят о том, что мерам предосторожности здесь уделяли не слишком большое внимание. В частности, были загромождены проходы, которые затрудняли доступ специалистов к нужным помещениям. Кроме того, это не первый пожар в здании. Буквально в прошлом году, в апреле, было еще одно возгорание. На данный момент пожар не потушен и здание продолжает гореть. Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев. Северо-западное бюро ТВ-центра. Санкт-Петербург.